Ладно, зайдём сюда. Твою мать! Твою мать! Не надо! Вот это подстава! СМХ! С вами Ёлджин, и сегодня мы с вами снова погружаемся в мир Raft. Какая грустная музыка играет, хотя нас ждёт, скорее всего, что-то очень забавное и весёлое. Или грустное, я не знаю. Мы движемся прямо на остров, и, кстати говоря, нам нужно пополнить запасы. Что за музыка играет? Я же отключал её. Откуда ты взялась? Музыка! Нафиг! У меня своя музыка довольно-таки классная есть. Выключить мотор. Выключить мотор. Выключить мотор. Стоять! Всё, на якорь ставимся, ставимся, да. Давненько я не лутал острова, уже сколько прошло времени. Теперь, наконец-таки, у меня есть возможность пополнить запасы титана и прочих других таких, знаете, редких ресурсов, которые мы сможем добыть с помощью металлоискателя и лопаты. Крафтиметаллический топор. Боже мой, смотрите, сколько у нас мяса. 29 штук. Ааа, мы будем всю, видимо, третью главу жрать только одно это мясо. Ну, готовься. Кстати, мы можем теперь научиться воздушной турбине. И улучшенная батарейка у нас есть. Видите, всё равно нужен титан. Очень много титана. Давайте высаживаемся, значит, аккуратней. И, конечно же, рубим дерево. Рыбой. Рыба-руба. Сейчас быстренько уничтожим всю экосистему здесь и поплывём дальше. Что-то тут есть. Вот на этом холме, походу. Ага, ага. Давай, давай. Где-то здесь. Покажи мне. Вот оно. Выкапывайся быстрее. Пожалуйста. О, титановые руды, целая куча. Как-то счёт прерваться на рыбный анекдот от Сергея Кузнецова. Двое на рыбалке. Петь, да не плю ты так сильно на червяка. От его пьяного базара потом вся рыба разбегается. Титан, сразу плавься. И давайте в безопасном месте нырнём, чтобы лутать остров. А с этой стороны, блин, ничего нет. Нам придётся всё-таки столкнуться с акулой. Но разве мне привыкать? Я легко ей дам отпор. Давай, добывайся быстрее металла. На случай, если я не смогу дать отпор. Кстати, да, нам нужно кучу люан собрать. Люан? Люан? Кстати, где акула? Куда делась? А, пофигу. Что? 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 О, чёрт. Ага. Всадил, всадил, всадил. Хорошо, всадил. О, нет. Да как неприятно. До сих пор не могу привыкнуть к этому чувству. Чёрт. Ору от боли. О, жив. Мне кажется, мне нужно расширить запас плавилина. То что-то очень мало. Я нахожу так много металла. Надо чуточку застроиться, мне кажется. Я бы вот эту часть расширил, так как акула скоро может сожрать вот это. И тогда я лишусь плавильни целой. Да, давайте строиться вширь. Если я хочу как следует залутать этот остров, мне нужно избавиться от акулы. Поэтому давайте ныряем. И в бой. Где ты? Где она, правда? Куда она исчезла? Ладно, давайте не будем её просто так ждать. Время уходит. Лучше работать. Собирать всякие ништячки. Нам нужно много водорослей. Слышим? Мы слышим бульканье, если что. Слыши? Показалось. А, нет, это бульканье моё. Вон она. Есть. Пырнул. Пырнул. Ещё один разок выдержим. Давай, на круг иди. Есть шанс. А-а-а. Прям по морде. Два раза. Три раза. У меня что-то получается. Как это получается? Хорош. Ух, я хорошенько пополнил запасы. Целую кучу всего. Посмотрите. Я думаю, самое время сделать ещё один ящик. Хранилище. Нужно, чёрт подери, нужно 4 титановых слитка. У меня всего 3. Ладно. Он отменяется. А вот все эти ловушки апгрейдженные, для которых тоже нужно куча титановых слитков. Это сколько островов выходить, чтобы я залутал? Теперь я понял, что не нужно переводить предметы сразу и крафтить там производные какие-то вещи. Потому что неизвестно, когда что понадобится. Вот, например, я очень сильно лоханулся с водорослями и чуть не потерпел фиаско. А мне нужны ласты, кстати говоря. Ласты. Готово. Слушай, насилуют где-то мой плод. Где-то насилуют. Не. Ладно, выпустил, забыли, всё, забыли. Сколько мы ещё можем поставить плавилин? Как минимум одну мы можем поставить. Даже две. Кислородный баллон готов. А теперь снимаемся с якоря. Нам нужно доплыть до этой цели, новой. Как там у нас с давлением и с топливом? Очень мало. Требуется биотоплива. Оно у меня есть, в принципе. Всё, влили. Даже на полный, получается, заполнили бак. Да. Врум, врум, врум. Поплыли. Чё-то давно я сам крюком не ловил ничего. Иди сюда, бочка. Хотя она всё равно бы поймалась. Эх, технология, я совсем обленился. У, вижу плод моей фантазии. Плыву к нему. Окей, окей, окей. О, мы даже можем на него не вставать. Прям аккуратненько сейчас. Оп. Подняли сраный позорный ящик. Вообще ничего толком здесь нету даже. Ой, мы долго будем плыть. Ну ладно. Ой, какой соблазнительный остров. Я думаю, есть смысл на нём дропнуться, но чисто ради титана. А вон и титан стоит. Где-то здесь есть. Опа. Прямо здесь. Ууу. Покрышка? Серьёзно? Здесь нету ничего из того, что мне нужно. Может быть, вот тут будет? В ящике? А, нет. Я буду пул, да? Я не понял, что ты делаешь? Зачем? Зачем? Ты каждый раз подплываешь. Зачем? Ну а раз уж мы здесь, давайте ещё и водоросли наберём. У меня тоже этого очень мало. Опа. Говно. Есть. Да, мы можем предотвращать её атаку. Мы можем. Какой я клювый. Где моя мачета? Вот она. А, ну сейчас. Поздновато, позновато. Но забить её можно насмерть. Просто запинать. Давай, 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 давай. Есть. Есть. Всё, ну вообще теперь не страшно нам. В любой момент выходи на стрелку со мной и я победю. Сказал максимально жалко. Но она этого не слышала. Никто этого не слышал. Этого даже нет в видосе. Я победю. 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 Сказал максимально жалко. Но она этого не слышала. Никто этого не слышал. А что есть в видосе, так это рыбный анекдот. От Виталия Осокина. А вы знали, что рыбы способствуют развитию головного мозга? Поэтому дуракам надо иногда давать леща. Блин, мы сели на мель, кажется. Давайте использовать. Вот, руль, да. С рулём мы как-то хорошо развернулись. Вот так. Ага. Дует в нужное направление, да? Нужное. Чё там как у нас? Ага, сейчас. Почти что. Стоп. Ровненько. Всё. Все три мотора активированы. Ну, погнали. Я чё подумал? Я не буду делать какие-то там продвинутые ловушки, потому что просто лишняя трата титана, как мне кажется. Сделаем обычную. Таким образом мы можем расширить крыло ещё в эту сторону. Если, конечно, это надо. Слушай, надо. Конечно же надо. Не, а больше нам надо вот здесь сделать. Вот так прикольно. Получается, у нас будут сетки вот в таком шахматном порядке. Да, прям вот так. Отлично. О, нет. Нет, 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 нет. Это опасно. Это дырка. Фу, иногда забываешь, где дырка, а где ловушка. А где дырка-ловушка? Что? Мы упёрлись в ледник? Мы, блин, упёрлись в ледник? А, ещё 600 метров. А мы уже упёрлись в ледник. Стоп. Это так неожиданно было. Блин, они лучшего способа не могли, мне кажется, придумать, чтобы презентовать ледник. Я пока занимался своими делами, бац, мы упёрлись. Я настолько не ожидал этого. Мы все не дураки и точно знаем, что нас ждёт там по-любому встреча с белым медведем. А значит, нужны стрелы. У нас металлические стрелы всего 5 штук. Чертовски мало. Надо сделать больше. 17, я думаю, достаточно. Лишнее достанем из жопы медведя. Окей, обычный лук у нас теперь есть. Ладно, что делать-то теперь? Я растерян. Нужно вытащить всё лишнее. Чё-то я лишканул с гвоздями, по-моему. Себе в гроб забью. Из того, что нам реально с собой понадобится, это точно не строительный молоток. Удочка нет. Нет, может быть, ножницы. Но я не уверен. Давайте копьё на всякий случай возьмём. Сачок. Можно ловить жуков. Какие жуки тут, ледник? Ладно, ничего больше, мне кажется, не нужно. Чё у нас с едой? Давайте нажарим. Чё у нас с водой? Давайте запьём. А чё у нас со временем? Ещё полдня осталось. Готово. Ну чё, отправляемся. Нам нужно идти вот сюда. О боже. Ну давайте встаём. А! Смотрите, скользит. Прощай, плод. Я вижу деревья. Это обнадёживает, что это не просто кусок льда, который нужно оплывать. Это именно то самое место, которое мы ищем. Белый мишка это вопрос времени. Он стопудово где-то здесь живёт. Вижу. А какая-то антенна есть? Ох, как это неприятно. Чертовски сложно бежать. Видите, я вниз соскальзываю. Как же мне собраться сюда? А, становится совсем темно. У меня идея. Надо вернуться обратно на плод. Мне кажется, что я смогу подплыть ближе. Хорошо, что чайки есть. Они указывают на мой плод. И вот одинокий фонарик. Горит там, как будто корабль-призрак. Мотор, заводись. Чё там у нас по объезду? Давайте повернём сюда. Поворачивай. 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 Вроде бы поворачивает. Парус, помогай. Не помогает. Такого фига. Сейчас как следует развернёмся. Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Нам надо прямо вдоль айсберга плыть. Вроде бы обогнуть получается. И акула так с нами плывёт, как будто бы она с нами заодно. В конце концов, мне кажется, в этой игре, в самой её финальной сцене мы обнимем акулу и скажем, с тобой было весело. И мы заплачем. И уплывём в закат. Но уже сами. Это она уплывёт в закат. А мы будем плакать, потому что она даже не обернётся. Это как-то даже реально грустно, если так начинает задумываться. Перестаньте думать. Не надо плакать. Да что б тебя задело. На. Я же там не проплыву. Разворачивайся резко. Ага, ёлочки уже довольно-таки низко. Мне кажется, я тут как раз-таки и смогу пройти. Если мне даст, блин, нормально проплыть это всё. Давайте лучше в обратную сторону сейчас отплывёмся. Дадим себе немного простора для манёвра. Вот так. Повернулись. И огибаем. Теперь правее. Нормуль. Идеальную траекторию выбрал. Смогу, смогу, смогу. Вот так выравниваемся. Чё там? Здесь не задеваем. Тут не задеваем. О, хорошо, что не стал шире плот делать. Но вот отсюда выплыть будет очень трудно. Мне придётся заднюю давать. Поэтому я думаю, что мы сейчас вот здесь, вот здесь, вот здесь. Тормозни. Тормозни, 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 тормозни. Всё хорошо, не парься. It's ok. А вот теперь можно уже плыть. Исследуем. Я не запрыгну, что ли, сюда? Блин, она слишком высоко. Ладно, я просто так... Просто так лоханулся. Надо чуть-чуть подплыть. Давай, давай. Чуть-чуть подгребём, подгребём. Ну, давай же. Чё-то нас уносит, а? Во-во-во-во-во-во-во-во, хорошо. Вот, очень хорошо. Убираем. Ставим. А, ну пошли уже исследовать. Ну, господи, сколько можно? Есть. Что? Я видел тебя. Я, блин, тебя видел. Вот проход есть. Ладно, хорошо. Мы пойдём туда, но сначала пройдём через эту вышку. Я вижу здесь дороги. Значит, кто-то здесь топтался. И следы здесь есть. О! О! Как он вышел эффектно. Смотрите, как он такой весь вайб ловит. Твоему видно, что он злой. Его даже не жалко. Будет убивать! О! Нет! Чёрт! Забери, забери, забери. А! Ох! Его что, человек озвучивал? О! Ох! Я тоже медведь. Подохни. Прохнусь. кто знал что ты так возьмешь вот это мне привлекло здесь здесь сначала стрелу забрать я смогу это забрать собой пожалуйста скажите что я смогу полин зайдем сюда мы в страшной опасности мы провалились фиг знает куда я думаю нужно потратить немножко времени чтобы прочитать рыбный анекдот от эбби бэндитс как вы думаете русалка это рыба или женщина ну сема смотря какой голод тебя мучает ладно придется нырять другого варианта нет нам нужно вернуться домой хорошо берем отчета в руки неожиданно избавиться избавить себя избавить себя осторожней сок ли она дает где-то вы вынырнули есть лестница я хочу вернуться на этот снегоход снегокат а походу мы в это здание зашли как раз таки как будто как из сабнатики куча ресов и конечно же записка что это добавлена новая заметка какой-то крюк 3 из 4 и записка на обледененном острове один из них разбил в щепки лодку пока я пытался выбраться привычные трюки не сработали бруно говорит нас бы съели если бы не появился мальчишка с рожком его зовут дэта говорит приплыл сюда с какими-то выжившими я спросил генри стоит ли ему доверять но не получил ответа смотрите жетон для торгового автомата снова мы сейчас увидим какой-то продвинутый город с торговыми автоматами а дверь мы открыли и вон снегоход и увидим ли мы все-таки город с продвинутыми автоматами узнаем в следующей серии огромное всем спасибо что смотрели если понравилось то поставьте лайк подписывайтесь на канал вступайте в соц сети и пишите рыбные анекдоты дальше чтобы попасть в следующий видос в видос с вами был юджин и всем 5